Здравствуйте, уважаемые зрители! В этом видео расскажу о пособиях, которые мы прошли с ребенком этой осенью. Ребенку в сентябре исполнилось 4 года. Как видите, стопка не очень большая, я бы даже сказала, очень маленькая. Но так как все равно отчасти от их пособий я собираюсь избавляться, что-то буду выкидывать, видео решила записать. Итак, давайте приступим к просмотру. Первое пособие, которое вы перед собой видите, уже примелькалось этой осенью на моем канале. Это Вахрушев Маслова, вспоминаем осень, возраст 5+. Мы прошли его в 4 года, и я не могу его еще раз не показать, не рассказать о нем, потому как именно это пособие, наверное, больше всего понравилось моему ребенку этой осенью. Он просил его открыть, он очень охотно по нему занимался. И мы уже купили подобные пособия на все оставшиеся сезоны, на зиму, на весну и на лето. В чем, мне кажется, прелесть этого пособия? В том, что здесь собраны разноплановые задания, и они совершенно из разных областей. Здесь есть и стихи, вот, например, и раскраски. Здесь есть небольшие задачки на логику. Есть наклейки, задания с наклейками. Есть опыты. Есть рисовалочки, то есть ребенок сам должен придумать и нарисовать. Есть мастерилки. Вот, единственное, у нас тоже немножко тут была проблема с решением этого задания. Уже на одном канале тоже слышала от автора, что тоже не могла мама разобраться с этим заданием. И я тоже, честно говоря, его не поняла. Здесь на грядке 15 кочанов капусты. И их нужно распределить по 5 в одну корзину. А корзины на клейках всего 2. И непонятно, каким образом это сделать. Ну, я так могу предположить, что тут есть корзина уже наполненная. Возможно, ее нужно выгрузить. И вот будет третья корзина. Не знаю, что имели в виду авторы. Но для меня задание тоже оказалось непонятное. И непонятно, как объяснять это сцену. В остальном, как бы, у нас вот каких-то противоречий именно с этим пособием не возникло. Вспоминали вот тут сказку «Репка» клеили персонажей. Раскрашивали овощи, которые растут под землей. Хорошее задание. И в паре с ним еще вот такое. Нужно было назвать овощи, которые выкапывают, срывают, срезают, выдергивают. Вроде как просто и ничего сложного. И в то же время детям приходится вспоминать, думать. Даже я, взрослая, так иногда вспоминала, что именно делать с тем или иным овощем. Здесь нужно было нарисовать любимые овощи, слепить из пластилина. Опять наклейки, поиск. Ну, тоже на логику задания нужно было определить, какой цвет, каким цветом какое яблоко красить. Так, чтобы яблоки красного цвета были перед зелеными. Искали воробьев. Ну, то есть, как видите, задания разноплановые. Что-то есть и по окружающему миру. Что-то просто на логику. И все это на осеннюю тематику. Очень здорово. Вот тут про растения осенью разговаривали. Несколько у нас тоже недель занятий было посвящено. Здесь вот открытки осенние делали. Мы вот тут тоже сделали по заданию осталось. Мне кажется, так здорово и интересно. Вот это задание мы пропустили. Хотя оно тоже интересное с тестом. Мы просто испекли печенье. У меня ребенок не оценил идеи испечь тесто и его покрасить. Он сказал, раз уж печь, значит есть. Раскрасочка опять. Загадки есть. То есть, много всего из разных-разных направлений. Всего по чуть-чуть. И ребенок как-то в процессе у меня не уставал. Вот грибы мы вообще совместили с походом в лес за грибами. И он там наглядно поискал нужные грибы. Лепили тоже из пластилина грибы. Рисовать пытались грибы. Про птиц поговорили перелетных. Несколько страниц тоже этой теме посвящено. Ну и про зверей осенью. И на этом пособие заканчивается. И нужно было нарисовать. Самое интересное, что ты узнала об осени. Но мы тут пытались совместно изобразить с ним осеннее дерево. Что-то подобное получилось. И опять в конце стишок. Хорошее пособие. Нам понравилось. Рекомендую. Пособие, которое мы также закончили осенью, это Ульева времена года осень. На возраст у нас было 4-5. Но вообще у автора подобного плана пособия по всем временам года есть. И по возрастам там буквально, по-моему, от 2 до 6 что ли лет. И на каждое время года, вот есть с 2 до 3, с 3 до 4, с 4 до 5, с 5 до 6 есть подобного плана пособия. Тут история в том, что у нас главный действующий персонаж это мышонок. Он обычно идет по лесу и с ним происходят какие-то истории. Небольшая такая история, предыстория про него идет. Далее рассказывается, в общем-то, суть задания. Что нужно сделать, какие нужны для этого материалы. И есть также видеоинструкция. То есть можно включить видео ребенку. И там будет наглядно показано, как выполнять это задание. Мы всегда включали видео, потому что ребенку было проще сориентироваться, ему нравилось. И получается, каждой теме есть вот такой вот листочек, на котором уже непосредственно ребенок работает. Вот эта работа у нас была, здесь мы картофелиной ставили отпечатки, делали с помощью гуаши и картофелин, делали отпечатки на ромашках. Но у нас как-то не очень вышло, у нас постоянно эта картофелина по дому летала. Немножко так смазано получилось. Здесь нужно было раскрасить просто гуашью виноград в разные цвета. Кстати, да, еще на оборотной стороне везде есть небольшой стишок или какая-то игра. Тоже здорово. Вот стишки мы всегда читали. Игры здесь разные. Иногда могли поиграть мы с ребенком, иногда пропускали уже задания с игрой, потому что часто они рассчитаны на группу детей или очень подвижные, а мы уже вечером занимались. Но вот тоже можно выполнять. Такое вот задание. Листики опали нужно было украсить листиками землю. Елочку делали с помощью ватных, по-моему, дисков и гуаши. Мне здесь что еще понравилось в этом пособии, что здесь очень много заданий, почти все задания делаются гуашью. Мы не так часто работаем гуашью, мы больше акварелью как-то все время рисовали, а тут так позанимались с гуашью. Вот это здание им очень понравилось со змейкой здесь. Пластилином выкладываешь дорожку, а потом с помощью горошинок выкладываешь узор змейки. Уточек вот делали. Им такую закруду, чтобы лисичка их не утащила. Тоже интересная работа получилась очень. Вот такие синички у нас классные. С помощью вертолетиков им крылышки делали. И грудки пластилином. Сова. Тоже такая сычи-то, по-моему, не сова. Тоже такая красивая работа получилась очень за счет вот этих вот необычных крыльев. Тоже тот же материал. Божьи коровки, пятнышки делали. Приклеивали здесь листочки черной бумаги, вырезали. Вот это сыну очень задание понравилось. Это медведю делали берлогу. Так, вот этими раскрашивали медведя. Шубку ему делали. Вот здесь задание, получается, рисовали дождик и с помощью заварки делали такую грязь в лужах. Уже такая поздняя осень здесь. И такое задание было. Видите, все уже, весь чай уже пооблез от клея. Все, оно уже поразлеталось. И так было тоже симпатично сразу, когда сделали. Вот так вот только мусор остался. И вот еще делали рябину из пластилина. Вот такое еще было задание. Всего в каждой книжке 15 тем, 15 заданий получается. И сезон, по крайней мере осенний, он шел от такой золотой осени и заканчивался уже такой мрачный, поздний осенью, лужами, облетевшими деревьями. Мы как раз делали где-то с сентября по середину, по конец октября. Ну а в ноябре у нас уже снежок в принципе начал падать. И там уже было не очень актуально. В целом мне понравилось пособие тем, что здесь использованы какие-то необычные природные материалы, необычные техники в пособии. Единственное, что я не стала уже заказывать подобное пособие на зиму. Потому что зимой, во-первых, у нас так много развлечений. А во-вторых, мне не очень понятно, что делать дальше с такими работами. Пишите, кстати, в комментариях, что вы с ними дальше делаете с такими вот тетрадками. Потому что вроде как и выбросить жалко. Это же творчество, ребенок сам там творил, занимался. Это там не просто какие-то пособия по математике. И в то же время непонятно, как все это хранить. Все это шелушится, облетает. Непонятно, что с этим делать мне, например. Скорее всего, я от сильно мусорных работ, типа как заварка, точно буду избавляться. И вообще, мне тоже интересно, по какому принципу вы сохраняете работы детей. Я, например, храню все работы, которые мне приносят с детского сада. Что-то сохраняю из домашних работ. Но хранить весь объем поделок, каких-то аппликаций, мне кажется, я не знаю, должно быть резиновое место в квартире. Что вы делаете с работами? Может быть, фотографируете? Может, какие-то альбомы ведете? В общем, пишите в комментариях, мне очень интересно, потому что мне самой сейчас эта тема очень актуальна. Как уже сказала, на зиму брать сейчас не стало подобное пособие. У нас так много всего, по крайней мере, новогоднего сейчас идет. А на весну, возможно, тоже прикуплю подобного плана, тетрадочку. Мне кажется, их надо как-то чередовать, потому что подряд из сезона в сезон тоже может поднадоесть одно и то же делать. А так, славные пособия, именно творческие действительно задания, приглядитесь. Далее прошли вот такое пособие от «Я умею вырезать и клеить». Возраст стоит 2-3 года. Я не очень согласна с этим возрастом. Да, здесь есть достаточно простые задания, которые подходят под дальний возрастной диапазон. Но есть и задания, которые, например, моему ребенку даже в 4 года было достаточно сложно выполнить самостоятельно. Здесь мне понравилось, что главный действующий персонаж у нас вот такой вот милый динозаврик. И от страницы к странице, как, например, в пособии с Улевой мы путешествовали с мышонком, здесь мы путешествуем с этим динозавром. Он куда-то там собирается, идет, ему кто-то по дороге встречается. И вокруг именно вот этого динозаврика уже строится дальнейшее задание. Это всегда детям как-то более интересно, когда какой-то главный действующий персонаж, главный герой, сюжет есть. Ну а теперь давайте покажу задание. У нас, к сожалению, не все осталось. Что-то мы выбросили, что-то подарили, что-то вот испортили в процессе. Но что есть, что осталось. Вот такого бегемота делали. Ну и здесь достаточно простая сгибалочка, в принципе, несложна. Аппликации такие вот, баночки. А, кстати, задание здесь двух сторон. Не всегда это тоже бывает удобно. То есть вот с одной стороны надо сделать и с другой. Тут торт вырезали, украшения для торта и наклейки клеили. Тут еще наклейки тоже в комплекте были. Вот осьминог, достаточно простое задание. Тут я согласна, да, 2-3 года, волнистые линии. Разрезать щупальца осьминогу, в принципе, легко ребенок с таким справился. Или вот тоже достаточно было простое задание. Шарики воздушные сделать друзьям, динозаврикам. Конфету вот мы тут делали. Получается, вот эти части конфетки вырезали, а это наклейками уже приклеивали. Мороженое тоже было несложное задание. Тут квадратики вырезали. А вот пингвины, я вообще не знаю, на какой-то возраст. Я помню, я тут ребенок очень мучился. Посмотрите, какие у них малюсенькие клювики. То есть, прямо надо аккуратненько вырезать такую небольшую деталь. И потом еще ее согнуть. Ну, точно, мне кажется, не на 2-3 года. Вот даже в 4 были затруднения, например. Паровозик окошки заполнить несложно. Вот это задание ему очень понравилось. С автобусом, который едет по дороге. Она такая, получается, объемная. Он так долго потом с ним играл. Нравился ему этот автобусик. Славное задание. Грузовик грузили. Тут, получается, коробки вырезали. Варенье, баночки. Ну, вот это несложно. Это можно по прямой, да, как-то попытаться. Золотая рыбка. Тоже вот тут хвост. Такие мелкие-мелкие детальки. Он у меня по прямоугольной линии вырезал. Вот эту вот мелочь я ему потом прорезала какие-то части, помогала. Потому что у него не очень получалось. Вот это вообще было адское задание какое-то сложить динозавра. Он меня, короче, сгибал-сгибал. Потом я уже подключилась, помогала. У нас тут какое-то чудовище вышло. У нас в итоге не вышло динозавр. Но тут сгибать, конечно, это, я не знаю, на какой возраст рассчитано. Такое, настоящее полноценное оригами. Вот это интересное задание. Такой тут объемный ежик с колючками получается. Яблочки и грибочек несет. Вот такие открыточки новогодние. Тут собачка и котик двусторонние. Ну, вот это просто. То есть тут как-то чередуются задания. Не очень я поняла, по какому принципу. Иногда выполняешь-выполняешь, вроде бы полегче задание. Потом бас какой-то сложный. Прям очень. Потом опять легкие идут. Ну, вот в любом случае прошли, в принципе. Неплохая тетрадка. Понравилась именно сюжетность, что здесь был главный персонаж. Ну, и задания такие красочные, интересные. В принципе, вот он у меня с охотцей ее делал. У нас лежит, например, кумон на вырезание. Все еще лежит. Все мы не можем его пройти, потому что там именно нет сюжета. И как-то не очень интересно ребенку делать. А вот тут вместе с динозавриком, когда есть сюжет, даже сложные задания идут как-то легче сразу. Далее, вот такое пособие. Развиваем внимание. Уже очень давно он у нас лежит. Его рекомендует Паевская как первое пособие на поиск отличий. Я полностью согласна с ней. Да, здесь возраст 2-3 года. Действительно, в 2-3 года у меня ребенок искал. Ну, здесь я уже просто ему напоследок дала еще раз посмотреть, поискать эти отличия. Естественно, он в 4 года их очень быстро, очень легко нашел. Ну, и будем это пособие уже убирать, избавляться от него, потому что смысла его хранить на нашей полке нет. А так, да, для самых маленьких очень хорошие, очень понятные картинки. И очень легко действительно искать эти отличия, никаких затруднений у ребенка не возникает. Он понимает, что от него требуется. Хотела дать ему вот наклейки тут поклеить, но он даже клеить не стал. Так мне быстренько все отличия показал. Ну, и убираем уже его из работы. Уже мы выросли. А так, кстати, да, в 2-3 года я иногда доставала ему. И по новой он забывал, что уже это пособие делали. И вот по новой мог отличия искать. Хорошие. Далее покажу разные пособия с наклейками. Первое, что вы перед собой видите, это многоразовые наклейки, составив портрет из фруктов и овощей. Тут нужно было разные смешные мордочки делать с помощью фруктов и овощей. Вот есть пример. И ребенок как бы по шаблону делает что-то подобное. Вот свекла-фекла, толстушка-тыква. Она у нас так долго лежала, это пособие. А вот осенью, в тематическую неделю, на фрукты и овощи достала ему. И он с удовольствием приклеил все эти наклейки, посмеялся над этими овощами. Ну, и самое главное, не совсем впустую. Все равно повторили название. Где-то его спрашивала, как растет тот или иной овощ или фрукт. Он мне отвечал. Ну, и заодно как-то, знаете, с весельем с таким прошло у нас занятие. Далее закончились вот две такие книжечки с наклейками про животных. Бывала у нас такая панорамка. Здесь, значит, небольшие загадки про каждого животного лесного. И нужно приклеить наклеечку рядом, когда отгадаешь. Ну, тут очень простые загадки. Конечно, в 4 года это уже не актуально. Можно совсем малышам такое брать. И здесь еще открывается, раскладывается все это в такую панорамку. И можно играть этих животных где-то там на полянку приклеивать. Он мне тут что-то не очень охотно играл. Кого-то тут поприклеивал. Кого захотел. И все. Ну, тоже уже убираем. Нам как-то не актуальна больше такая игра. И также закончились вот такие многоразовые наклейки лесные животные. Тут стоит возраст 3-5 лет. Ну, не знаю. Сами задания именно по наклейкам, по изображениям животных можно давать гораздо раньше. Единственное, здесь есть лабиринты. И здесь есть задания с буквами. Ну, в принципе, если вот эти задания не давать или там пропускать, то можно делать гораздо гораздо раньше. Потому что лесных животных там буквально уже в 1,5-2 года с ребенком изучаешь. Мы тут, она у нас долго лежала недоделанная. Вот как раз, по-моему, осенний разворот. И вот этот осенний разворот я ему давала в какое-то дополнение к занятиям тематическим по зверям осенью. Он тут немножко что-то поприклеивал совсем чуть-чуть. Вот, зимний тоже разворот уже сразу доклеили, доделали, чтобы тетрадку эту убрать, потому что лежит у нас уже давным-давно. Далее также прошли вот такие вот наклеечки. Они совсем простенькие. Здесь счет до 5. Я как дополнение к занятиям по математике их давала, как такую разгрузку. То есть давала какой-то сложный материал и потом вот одну-две странички такого. Ну, тут очень все легко, как видите. Один много. Поросенок один, а желудей много. Вот он приклеивал много желудей. Солнышко одно, а облаков на небе много. Ну, то же самое наподобие этого циферка 2. Все нужно приклеить. 3, 4 и 5. Очень простое примитивное пособие. Ну, вот так вот для разгрузки на счет можно дать иногда детям. У меня ребенок очень любит наклейки, и я ему такое что-то иногда простенькое. В фикс-прайсе беру, он с удовольствием тоже занимается по таким пособиям. Также закончилась у нас вот такая вот книжка с наклейками. IQ Land разноцветные наклейки. Когда-то я брала в фикс-прайсе. Здесь тема фигуры и цвет была. В принципе, неплохая. Единственное, вот начинается все здесь с форм и цветов. И цвета здесь такие, например, васильковый, бирюзовый, лазурный, сиреневый. Ну, сиреневый, ладно, там, янтарный. Я не знаю, насколько вообще актуально даже с ребенком 4-х лет такие оттенки учить, произносить. Я ему, конечно, читала, как это называется. Но вот мне кажется, травяной, малахитовый. Ну, не знаю, к чему эта информация здесь дана. Вот об этих полутонах, полуоттенках, например, фиолетового. У меня ребенок, например, совершенно правильно говорил, что это тоже фиолетовый. Я говорила, что нет, здесь написано сливовый. Ну, и формы такие, получается, здесь достаточно специфичные. Есть стандартная, есть вот, например, цветочком форма тоже непонятно. Или там сердечко. Но сердечко может быть ладно. Вот, всякие цветочки. Еще какие-то такие формы не совсем стандартные. Вот, например, форма. Что это за форма такая? Тоже непонятно, к чему они здесь были. Ну, так, видимо, для общего развития. Вот это мне понравилось. Отгадай загадку, назови цвет. Загадки это всегда хорошо. Это всегда в тему. Тут обводилочки были формы небольшие. Тоже я согласна, что нужно уметь обвести там треугольник, квадрат, круг, звезду. Не знаю, насколько. Здесь вот, кстати, интересное занятие было у нас. Мы брали линейку, карандаш и разделяли фигуры. Вот это, в принципе, понравилось. Ну, просто, что он с линейкой поработал. И здесь нужно было еще сказать, в каком домике кто живет на каком этаже. Ну, тоже непонятно. Наклейки уже были приклеены. То есть, предполагалось, видимо, что их нужно отдирать и сюда переклеивать. Но мы это уже делать не стали. И опять загадки уже про фигуры. Ну, тоже, в принципе, неплохо. Ну, такая она. Просто как тетрадочка с наклейками. Не могу сказать, что прям супер мне понравилась. Ну, и вроде как немножко, немножко пользы от нее было. И последнее пособие, которое я вам хочу сегодня показать. Это школа маленьких совят. Пластилиновые картинки. Возраст 1+. Наконец-то мы это пособие закончили. Потому что оно у нас действительно лежит примерно там с годика. Может быть, с полутора лет. Я не могу сказать, что оно какое-то плохое. Оно мне в целом очень понравилось. Но вот почему-то оно у нас как-то долго-долго лежало. Все, мы не могли его доделать. Всех заданий у меня, конечно же, уже не осталось. Очень многое или уже выкинулось. Или где-то у бабушек. Мы, кстати, очень часто это пособие использовали как в подарок для бабушек. Подделки. Вот точно помню, у одной из бабушек долго висел такой подсолнух. У кого-то вот такая вот божья коровка. Здесь все очень просто. Есть небольшое стихотворение к каждому заданию. И потом малышу с помощью пластилина, например, сначала предлагается поставить точки на божьей коровке. Потом на подсолнухе сделать лепесточки, размазывая пластилин. Есть здание вот с яблонями. Яблочки сделать на дереве. Новогоднюю елку шариками украсить. Черепашки. Вот я, кстати, помню, что с черепашками прямо мы долго сидели. Что-то этот пластилин так долго мазали. Рябина. Далее здесь был крокодильчика делали. Тоже вот нам не нравились такого плана, я помню, здания. Потому что здесь ему еще нужно было узор сделать. И что-то так долго мы заклеивали эту область. Потом еще там узор этот пытались сделать. Льву. Гриву сделать. Мухоморы. У нас, кстати, до сих пор у ребенка висят дома эти мухоморы, как картина. Пчелки вот эти были славные. Улитки. Арбуз. Потом гусеницу делали. Домик вот такой, сбушку зимнюю. Осьминога. Курочку. Вот, прическу. Сундучок. Вот это, кстати, интересное задание. Ему так понравилось. Он в сундук бегал, всякие мелкие вещи складывал. Тоже скрепки, там пуговички. Все это находил и приклеивал. Ему такое вот очень понравилось задание. Помню. Березку здесь сделали. Рукавичку. Медведя, тортик. Вот такое вот дерево и мышку. Последнее задание. Всего 23 задания. Плюс есть наклейки поощрительные. В общем, последнее задание мы уже тут доделывали. Сейчас покажу, какие у нас задания на эту осень остались. Этой осенью. Вот такую мышку делали. Здесь я уже не стала его заставлять делать пластилином, потому что нам как-то пластилин уже не особо актуален. Так вот прям размазывать области был. Мы просто тут в тематическое задание по осени покрасили акварелью. И тоже у него так славно получилось. И вот такого мишку мы еще доделывали. Ну, и мы просто костюм из пластилина уже сделали. Вот. Я, в принципе, рада, что это пособие у нас закончилось. Потому что, конечно, задания уже совсем такие малышковые. Уже не на возраст 4 плюс точно. И, слава богу, мы уже отработали, сделали. И избавимся уже от этого пособия. Конечно, на возраст 4 плюс есть гораздо более интересные варианты заданий. Ну, а для малышей присмотритесь. Очень хорошие, такие доступные изображения. Понятные все. И есть какие-то праздничные. Можно действительно какую-то открытку подарочную сделать. Можно куда-то повесить. В принципе, пособие неплохое. Но вот заявленный возраст 1 плюс, он само то. То есть, поначалу ребенок будет с вами небольшие делать какие-то поделки. Например, те же точки из пластилина ставить. А потом он уже и сам сможет что-то делать. Ну, 4 плюс уже, конечно, совсем не актуально. Вот такое у нас сегодня получилось видео. Надеюсь, что-то для себя почерпнули из него. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok